Сири-предательница. Она может разболтать данные владельца айфонов. Хватит гаджетов, садимся за конспекты. Учиться лучше без высоких технологий. Ай-пистолет защитит лучше обычного. В США популярное оружие с интеллектом. Здравствуйте! Вы смотрите программу ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. А начнем с высокотехнологичного предательства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В айфонах, у из которых прошло обновление до версии 7.1.1, обнаружена брешь в защите. Все из-за Сири. Позвонить кому угодно, написать смс или переписать номер можно просто после голосовой команды «Call». Такой взлом возможен, если на Яблофоне включена функция «Паскоут» и активирован голосовой ассистент Сири. А обезопасить себя можно, если выключить функцию «Разрешить доступ при блокировке» в настройках. Приятная новость для любителей картографического сервиса от Google. Особенно любители его из стран, где покрытие сотовой связи ограничено агломерациями и крупными трассами. Прямо как у нас. Мобильные приложения Google Maps для Android и iOS получили обновления. Теперь программа может работать с картами офлайн. При наличии соединения с интернетом надо загрузить нужный фрагмент карты, затем, возможно, будет работать с ним без подключения к сети. Но есть ограничения, маршрут проложить нельзя. К тому же сохраненный фрагмент будет удален из памяти через месяц. К научному открытию, как известно, может привести что угодно. Вот, к примеру, забыла одна американская студентка взять на лекцию ноутбук. Бедняжке пришлось взяться за бумагу и ручку. Так появилось новое исследование. Перо лучше, чем клавиатура. Так называется научная работа, написанная исследователями из Принстонского и Калифорнийского университетов. Согласно выводам ученых, писать от руки куда эффективнее, чем записывать информацию с помощью разных устройств. Забывчивая студентка, которой пришлось конспектировать лекцию на бумаге, обработала и запомнила ее задержание лучше. Затем она предложила своему профессору исследовать это. Тот поддержал начинание. В ходе исследования другим студентам предложили использовать бумагу с ручкой или ноутбуки и планшеты. Оказалось, что и в самом деле метод записи по старинке дает преимущество. Информация запоминается лучше. Печатать выходит быстрее, но по сути это лишь транскрибирование аудиоряда в печатные знаки. А вот запись это мини-анализ. Даже сокращение текста играет положительную роль. Интеллектуальное оружие будущего это не умные системы самонаведения или ракеты, что сами выбирают маршрут полета или время взрыва. Но по крайней мере не только это. В США все популярнее умные огнестрелы. Процессоры и чипы с датчиками оказывается можно вместить не только в часы и очки. В Северной Америке мода на смарт-оружие. Пистолет может быть оснащен системой, которая не позволит выстрелить, если ствол не в руках его законного владельца. Для блокировки используются радиосигналы и биометрия. К примеру, сканирование отпечатков пальца, сетчатки глаза или распознавание голоса. По замыслу создателей таких систем это не позволит преступнику отобрать оружие у владельца или полицейского и выстрелить в него же. Сократит рынок краденого оружия или обезопасит детей, нашедших родительский пистолет. Противники утверждают, что если датчики не сумеют быстро разблокировать оружие или произойдет сбой, то просто не получится вовремя применить его, к примеру, против грабителя в доме. Между тем, США уже возможно за 1400 долларов купить пистолет IP-1 от немецкой компании Armatics, который стреляет только на определенном расстоянии от специальных часов с чипом, который, кстати, стоит еще 400 долларов. Следите за новостями проекта ProNet в социальных сетях, а все выпуски программы ищите на сайте 24KZ. На этом все. До встречи в эфире и онлайн. Продолжение следует...